Всем здравствуйте! Хочу вам рассказать, какой произошел недавно не очень приятный случай. У меня, знаете, что не день, то новость какая-то. Помните, я как-то снимала недавно ярмарку, ездила в гостиницу, бывшую гостиницу «Турист». И мне в комментариях написали, просили рассказать, когда будет следующая ярмарка. И мне написали в комментариях, что будет ярмарка 2 марта. Я не знаю, кто написал, или организаторы этой ярмарки, или кто участвует в этой ярмарке. Я без понятия. Мне в комментариях написали, что следующая ярмарка будет 2 марта, во столько-то, во столько. Но я в следующем видео сделала объявление и рассказала об этом. Ну и порекомендовала, кто хочет, можете туда съездить. Ну и дело в том, что, видимо, люди поехали туда, и в этот же день, 2 марта, вечером, мне написали. Илона, почему вы не предупредили, что вход в эту ярмарку платный или по пригласительным билетам? Представляете? Но я, когда ходила на эту ярмарку, вход был бесплатный, свободный, и никаких пригласительных билетов никто не спрашивал. Я, когда узнала об этом, я, конечно, тоже очень удивилась. Мне стало тоже не очень приятно, что я людям порекомендовала, а люди приезжают и расстраиваются. Но я спросила, я говорю, вот мне стало просто интересно, я спросила, а сколько стоит билет входной? Они сказали, билет стоил 5 евро. В общем, за ярмарку 5 евро билет. Я ездила на рождественскую ярмарку в Кипсалу, вот там вот была ярмарка, там было очень много продавцов, такая большая, очень ярмарка масштабная, и то там вход был бесплатный. Я не хочу никого обвинять, осуждать, я просто для себя сделала выводы, что раньше времени я больше ничего рекомендовать не буду, никакие мероприятия. Ну, буду смотреть по обстановке. Мне просто жалко людей, которые поехали по моей рекомендации и разочаровались. Ну, ладно, бывает всякое в жизни. Я очень извиняюсь, если что, но я не виновата, я ничего не знала. Ладно, в общем, я собираюсь сейчас еще на одном мероприятии. Еду в Кипсалу, и хочу сказать, что два года назад я была на этом мероприятии, билет стоил 3 евро. А сейчас я в интернете посмотрела, билет уже стоит 7 евро. Я уже зашла на выставку, и здесь фотографируются вот с такой собачкой все. Так, билет. Билет стоит 7 евро. Одной билет-выставку стоит 7 евро. Давайте посмотрим. Уже многие посмотрели, с детьми уходят, а мы с вами только заходим. Не хочет давать лапку. Здесь также проходят показательные выступления собак. Жюри оценивает, ходит. Здесь более трех тысяч собак. Из одиннадцати разных стран. Такие большие собаки. Я в породах собак не особо разбираюсь, потому что здесь очень много собак. Также можно приобрести для животных корм. Разный. Вот, смотрите, какие кости. Это не кости, а копыта какие-то. Коляску для животных. Сколько такая колясочка стоит? Триста сорок евро. Так, уже собачка нанюхала. Нанюхала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Непривычно идешь, идешь, потом натыкаешься на какую-нибудь собачку. Особенно, если на большую какую-нибудь наткнешься, не дай бог на лапу наступишь ей. Еще укусит. Я больших собак боюсь. Таких вот маленьких я не очень боюсь, хотя они тоже кусаются. Многие собаки, я смотрю, уже устали, отдыхают. Так, здесь тоже какие-то соревнования, конкурсы. Ай, ай, я боюсь. Меня уже обнюхали, обнюхали. Главное, чтобы не укусили. Такие большие собаки. Такие домики, палатки для собак. Я даже не знала. Это, наверное, специально для таких мероприятий. Можно даже в поход брать собаку с таким домиком. Сегодня последний день выставки. О, даже собакам раздают бесплатно еду. Вот тут. У меня нет собаки, у меня кошка. Тоже хотели дать собачью еду, но я сказала, что у меня собаки нет. Ой, боюсь, боюсь. Я боюсь здесь ходить. Слушайте, ну народу вообще здесь много очень. Видите, сколько народу? Это хорошо, что музыки нет. О, смотрите, маленькая лает, но большую. Очень много собак разных, но я в породах не понимаю. Смотрите, какая. Сразу три собаки, одна уже отдыхает. Такие призы получают победители соревнований. И книгу можно приобрести. Вот книжка породы кур. Оказывается, кур очень много пород. Интересно, сколько такая книжка стоит? 9 евро. Наклейки детям можно приобрести собачьих за 6 евро. Ой, здесь такой лай. Кружки тоже. Для любителей собачников. 9 евро кружечка. Смотрите, здесь сумки. В общем, для любителей животных. Но мы пока с вами находимся в зале, где собаки. А кошки, я так понимаю, где-то в другом месте. Да, конечно же, на таком мероприятии все для детей. Ну, в этом году, конечно, выставка очень большая. Очень много собак. Правда, не знаю, где кошки находятся. Нужно будет искать. Ух ты, какая большая собака. В таком розовом коврике. Здесь, кстати, можно узнать, проконсультироваться, как ухаживать за собаками. Потому что здесь разные породы. И за всеми нужно по-разному ухаживать. Вот прическу делать. Усики, усики надо причесать. А это уже, видимо, после парикмахерской. Так, покажите мордочку. Королевы, королевы. Хорошо, что хозяева разрешают снимать своих питомцев. Они даже с удовольствием это делают. Гордятся ими. Ой, им даже бегуди накручивают. Прямо как настоящие женщины. А какая у них одежда, посмотрите. О, это же писк моды. Феду и наткнулась на такой длинный нос. Никак не пройти тут. Не пройти, не обойти. Ну вот как здесь пройти, я боюсь. Ну, они все собаки, конечно, умные, дрессированные. Ну, я так надеюсь на это. Вообще, мне больше всего нравится. Мячики для собак. За 23 евро. Вот какой большой желтый мяч. Такой твердый. Даже лаком брызгует. Интересно, ей там запах от лака не мешает. О, какой начасик. Какой начасик. А какая мордашка красивая. Разные коврики для собак. А мне нравятся больше всего овчарки. Моя любимая порода. Так, ну что, пойдемте искать кошек. В общем, в этом году, да, супер выставка. Я уже в другом зале. Здесь, я так понимаю, кошечки. Но пока я только вижу сладости разные. Солнечные очки зачем-то. Так, а где кошки? Где кошки? Ой, здесь тоже очень много народу. Мороженое для детей. Очень много детей. Музыканты, смотрите, зрители. И выступают. Сейчас будут выступать, что-то показывать. Музыканты. 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 Здесь прямо как в зоопарке Такой красавец Здесь много экзотических разных животных Так, птички, уточки А где же кошечки? Кролики Ух ты! О, один вышел на волю Интересно, он не кусается? Не клюет? Слушайте, как в деревне петухи поют Из одной деревни в другую приехал Даже можно купить птиц Продают канарейки И попугай есть Кошек в этом зале нет Я уже все обошла Нету здесь кошек Надо искать где-нибудь в другом месте Можно кинуть денежку На благотворительность для животных Встану я, наверное, в эту очередь Если то, можно выиграть И кошки, по-моему, вот здесь Там можно, по-моему, корм для кошки выиграть И сразу пойти в тот зал Посмотреть кошек Интересно, выиграю я что-то для своей кошки Ой, тяжело, крутится Ну давайте Не выжило ничего? Бедная моя кошка Голодная стала Я сочу, конечно Я сама покормлю Какие игрушечки для кошечек продают И маленькие, и большие Ух ты Сколько здесь наград у этой кошки Я так понимаю, что это кошка Да, только она спит Конечно, отдыхает Наработалась Ну вот и кошки пошли О, это порода, как у моей сестры Рыжий Похож, похож Не знаю Я в этих породах не особо разбираюсь Я хожу, тут такие разговоры Спрашивают, кастрированы, не кастрированы В таком наряде спит Забыли пижаму одеть А этот здоровый кот еле поместился в клетку Жалко не пишет, какая порода Это вообще какой-то тигр здоровый Надо было мне свою кошку привезти На выставку Но она у меня не породистая И уже старенькая Кто на нее будет смотреть Вот такие молоденькие Вот на такие будут смотреть, любоваться Я порода Здесь кошки, я смотрю, почти все победители Кто-то да и выиграли Жалко, этих не видно Спят, спрятались Кошачьи горшки продают Рассказывают про песок Вот на 12 месяцев Так, что он делает Он, наверное, проверяет, как реагирует кошка И что-то там записывает Видимо, жюри А это что за порода? Такая пятнистая Очень плохо видно Тут за клеенкой они лежат Ну все, я уже вышла Здесь копченая колбаска Играет музыка Выставка мне очень понравилась По сравнению с тем, что Когда я была два года назад На этой выставке Тогда она была намного меньше То есть там собаки, кошки Были в одном зале А экзотических животных Вообще не было Я помню, еще тогда возмущалась Думаю, как это так обещали И не было Вот, а в этом году Я смотрю Все было Кошки и собаки Все в таких масштабах Еще выставка мне очень понравилась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!